...эмбарго, расскажет мой коллега Игорь Севрюгин, который уже попробовал рикотту, произведённую в Подмосковье, и много других вкусных, видимо, вещей. Игорь, тебе слово. Привет, Тимур. Да, ты знаешь, на самом деле, попробовал много чего. Расскажу чуть-чуть об этом попозже. Действительно, вот как нам жить без норвежской сёмги? Как нам жить без польских яблок? Как нам жить без, ну там, рикотты или моцареллы, например? Ну вот, собственно, сегодня на этом фестивале многие москвичи и жители Подмосковья могут получить ответ, также гости столицы. Прошёл здесь уже круглый стол, организованный коммерсантом. На нём присутствовал министр сельского хозяйства Подмосковья, который сказал, что Подмосковье на самом деле не так много что производится. 28% всей мясной продукции, 20% это как раз-таки птица, а 8% приходится на свинину и говядину. Ну, в общем, не так-то и много. Ну, от рыбы вообще производится всего 3%. Так вот, как же выжить? Ну, собственно, рыбы-то здесь я и не видел, и мяса не так много. Вот, например, есть струсятина. И вообще больше этот фестиваль похож на фудмаркет, нежели чем на достижение сельского хозяйства. Ну вот, давайте вот посмотрим сейчас направо. Здесь производят итальянские такие оранчини. Это шарики с различной начинкой. Попробуем узнать, из каких продуктов. Здравствуйте. Из каких продуктов? Они у нас из российских сейчас аналогов. Исключение составляет только рис. Потому что для готовки рецепта ализотто-бьянка нужно использовать именно итальянские сорта риса. В остальном мы используем аналоги российских производителей пармезана и моцарелла. Потому что у нас уже есть хорошие фермеры, которые умеют все это готовить не хуже европейцев. А по вкусу как-то отличается? Вы знаете, никакой разницы нет. И итальянцы, которые у нас пробовали сицилийцы, говорят, что ну прям как моя бабушка готовят. Я жил в Италии. Давайте попробуем, собственно, действительно ли по такому рецепту. Сейчас я вам, собственно, зрители расскажу. Давайте. Какой? Давайте попробуем вот этот, потому что это классический сицилийский рецепт. Называется последний моцарелла. Давайте вы будете держать. Я знаю, нужно надавить, да? Да. Надавливаем. Так, надавливаем. Потом вот так вот переворачиваем. Нам обязательно нужно вот так вот растолчить помидор, черри. Ну, собственно, я надеюсь, что я вас не проткну сейчас. Итак, попробуем. Ну и сейчас я вам скажу, на самом деле ли отличается из российских продуктов или из итальянских. Вы знаете, нет, на самом деле. Да, действительно, очень вкусно. Ну что ж, не только этим славится сегодняшний фестиваль. Давайте посмотрим. Все-таки есть некие стенды достижения народного хозяйства. Это продукция биологическая. Тут выращивают яблоки. Здравствуйте. А можете нам рассказать про ваш стенд? Вот у вас биологические продукты. Где производите, где выращиваете? Ну, хозяйство у нас в Тульской области, в Зоковском районе находится. Выращиваем там. Но, как вы думаете, яблоки ваши могут дать отпор польским яблокам, которые, собственно, у нас теперь не продаются? Можете заменить их? Ну, тут вопрос в объеме. Если таких хозяйствах наше будет, соответственно, больше, то, учитывая нашу территорию страны, наши пассивные площади, это возможно. А вы ощутили, вот многие фермеры, которые здесь присутствуют, говорят о том, что введенный эмбарго сказалось положительно на них, потому что, ну, к некоторым стали обращаться в торговые сети, чтобы заменить, например, вот, как я уже говорил, польские яблоки. Вот не только яблоки, но и картошка, например, у нас введена. Картошка у нас в Польше не возится практически. Не из Польши, но из других. Ну, на сегодняшний момент, как бы явно, в ситуации я не почувствовал вообще изменения, в сторону худшую, лучшую, никак. Но вообще, я думаю, что для отечественного производителя это будет на пользу, скорее всего. Деетесь? Да, я надеюсь, да. Для этого много оснований, как бы, есть. Плюс, ко всему прочему, такая большая страна, как Россия, она вообще, я считаю, должна была производить все, по крайней мере, в продовольствии. Все свое, и должны жить только за, ну, с учетом своих возможностей. И я считаю, это, ну, может быть, скорее позитивный фактор. Все, спасибо вам большое. Ну, вот, как слышите, не было бы счастья, да несчастье помогло. Ну, поговорил я здесь с одним фермером, который, кстати, производит итальянскую рикотту, но из российской, естественно, продукции, из козьего молока. Так вот, он сказал, что к нему после введения эмбарго обратились торговые сети, обратились также рестораторы, которые предложили, давайте мы будем покупать вашу продукцию, поскольку итальянские рикотты или рикотты, произведенные в других странах, уже купить в России нельзя. Ну, как я уже сказал, рыбы, например, здесь нет, мяса тоже не так много. Ну, что касается других продуктов, то больше, наверное, пряники, какие-то вот, мед производство, ну, то, что наше традиционное. Пока вот такого наплыва из-за вот этого эмбарго резкого роста сельхозпродукции пока не наблюдается. Так что пока какое-то время все-таки придется потерпеть, но все производители, которые здесь были, и министр сельского хозяйства Подмосковья, обещают, что все-таки удастся нам. Ну, вот так, комитет по агропромышленной политике Госдумы, также здесь присутствовал эксперт, который, собственно, участвовал сегодня в круглом столе, он сказал, что такую шутку привел. Ну, вот посадите, например, 9 беременных женщин. За месяц они вам не родят ни одного ребенка. Ну, это я его так дословно процитировал. Вот, собственно, наверное, и придется подождать нам несколько лет, чтобы все-таки у нас действительно появились свои продукты. Симур. Спасибо большое, Игорь Себрюгин. Игорь, не привози много яблок, возьми одно-два, пока все производственные и пассивные мощности не задействованы, чтобы всем на выставке хватило. Будем с тобой еще связываться.